У сазана, как и у всех карповых рыб, нет зубов на челюстях. А перетирание грубой и твердой пищи происходит глоточными зубами и жерновком, расположенным глубоко в глотке. Сазаны, обитающие в дельте рек южных морей, далеко в море не выходят, они держатся в прибрежной зоне. Кроме так называемого полупроходного морского сазана, встречается еще мелкий сазан, который постоянно держится в зарослях камыша и становится половозрелым при небольших размерах. Зато ему здесь и пища в достатке, и укрытие всегда над головой. Сазаны в камышах чувствуют себя намного спокойнее, чем на открытых пространствах. В качестве укрытий сазаны любят использовать коряжник, причем такое убежище может находиться как в глубокой яме, так и совсем под берегом, на мелководье. Под хорошей корягой может собраться сразу более десятка крупных сазанов. А в их компании обязательно найдется место усатому представителю их теофауны, примерно равного им по размерам. Но в обществе крупного сама маленькие сазанчики находиться вряд ли смогут. Усатые гиганты не прочь отведать лакомые сазанятинки. У сазана хорошо развиты многие органы чувств. Несмотря на маленькие глазки, у него довольно острое зрение, и как у большинства рыб, еще и цветное. Если видимость в воде хорошая, то к кормящейся рыбе тяжело подобраться незамеченным, как в воде, так и над водой. Сазан способен видеть даже то, что делается в 10 метрах от берега. Прекрасное обоняние и осязание помогает сазану отыскивать пищу. Как ни странно, он хорошо ощущает сладкий запах под водой и приходит к источнику этого запаха за несколько сотен метров. На этой любви к сладости основана современная карповая ловля на бойлы. Осязает и чувствует вкус пищи сазан не только выдвижным ртом и толстыми губами, но и всей нижней частью тела, где особенно чувствительны брюшные плавники. Это свойство рыбы унаследовали от древнейших организмов мирового океана, которые при отсутствии ротовой полости использовали и поглощали мельчайшую пищу всей поверхностью тела. Такие восприимчивые участки помогают искать пищу в мутном облаке ила, поднятого сазаном, когда он копается на дне, перерывая изрядное количество грунта в поисках лакомых личинок. Помимо этого у него, как и у многих рыб, неплохо развита боковая линия. На расстоянии до 10 метров он способен воспринимать колебания, создаваемые движением мотыля, находящегося в грунте на глубине 30-40 сантиметров. Более того, сазан способен отыскивать скопления зарывшихся моллюсков даже по ничтожным колебаниям, создаваемым за счет деятельности кровеносной системы последних. С помощью этой, так называемой, сейсмосенсорной системы, рыбы могут создавать общее представление о пространстве вокруг себя, используя не световые волны, а колебания воды. Поэтому, даже зарывшись головой в ил, сазан может ощутить приближение опасности. Несмотря на то, что у сазана, как и у всех рыб, отсутствует наружное ухо, слух у него превосходный. Он отлично слышит многие звуки под водой, которые не может услышать человек. Внутреннее ухо у него устроено довольно сложно. Помимо слуха, оно выполняет еще и функцию равновесия. Кроме того, с помощью небольших косточек, внутреннее ухо сазана соединено с плавательным пузырем. Это так называемый веберов аппарат. Его функция состоит в определении изменений давления в окружающей среде. По всей видимости, именно с помощью этого органа чувств сазан реагирует на колебания атмосферного давления. Плавательный пузырь карпа, как и вообще рыб семейства карповых, разделен на две части. Он наполнен теми же газами, что и воздух, но только в несколько иных пропорциях. В нем находится меньше кислорода и больше азота. Кроме того, заметные следы углекислоты. Газы выделяются непосредственно стенками пузыря, а вот из атмосферы воздух сюда не попадает. Сазан – рыба стайная. Для коммуникации внутри стаи он использует многие органы чувств. Конечно, главным является зрение, но в условиях ограниченной видимости, которая в наших водах обычно, сазаны ориентируются внутри своего сообщества с помощью боковой линии и слуха. Так, при опасности, особи, оказавшиеся на передовой, издают низкий щелкающий звук. Помимо этого, подвергшиеся нападению рыбы выделяют в воду гормон страха, почувствовав который, вся стая сазанов бросается в рассыпную. В течение теплого сезона сазаны не собираются в большие стаи, но когда температура воды упадет до 5 градусов, рыбы начинают сбиваться в группы для того, чтобы вместе провести зимовку. В самом начале зимы, когда лед еще не встал, в крупных водоемах массы рыб собираются в огромные процессии. В этих стаях встречаются особи разного возраста и веса. Здесь могут быть как гиганты до 20 и 30 килограммов весом, так и совсем мелкие сазанчики, которым не исполнилось еще и года. Стаи неспеша прогуливаются вдоль дна, выискивая себе удобное место для зимовки. В середине зимы стадо сазанов уже не совершает никаких миграций, а стоит где-нибудь в яме и впроголодь пережидает холодное время. По мере прогревания воды рыбы выходят из зимнего оцепенения и начинают медленно двигаться, пока еще не разбиваясь на мелкие группы. В стаях сазана постоянно присутствуют и другие виды рыб. Частый гость сазань его племени, конечно, сом. Они и летом будут неразлучны. Обязательные попутчики сазана – крупные караси. Вместе всегда безопасней. Когда вода прогреется выше 5 градусов, рыбы расплывутся в поисках кормных плантаций, а впоследствии и привлекательных мест для нереста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова